Нельзя сказать, что прям так однозначно плохо. В тюрьму его, в тюрьму за такую фотку. Брак, это брак, не умеешь снимать. Он вот может такое, а я не могу. Неправильно, неправильно. Пусть завидуют. Так, у нас сегодня такая офигенная тема про брак фотографии. Кому как не мне об этом говорить. Я известный бракодел. Есть огромное количество моих поклонников, в кавычках, которые обсуждают мои съемки, что тут брак, там брак, это брак. И поэтому я как эксперт в этом вопросе сегодня выскажу, что я об этом думаю. Первое, что я хотел сказать, я, конечно, имею в виду не такой брак, потому что на эту тему тоже уже пошутили. Как известно, что когда же там паспорт есть, это брак, а когда нет, это любовь. Если вам нужно про вот такой брак, то есть у меня на канале замечательное видео про свадебные съемки. Мы про вот этот брак, то есть про брак фотографии. Тут сплыла интересная история. Короче, во времена Великой Депрессии в США какое-то издание, оно дало задание сделать, вот у них было финансирование на то, чтобы сделать летопись вот этого самой жизни во время Великой Депрессии. Как там народ работал, страдал, все такое. И они послали огромное количество фотографов, заплатили им бабло, а тогда фотографы тоже были голодные, и они поэтому побежали с удовольствием, чтобы они поехали, поснимали вот простых людей и так далее. И они привезли огромное количество негативов, но потом с этим негативом поступили очень плохо, то есть как бы часть картинок отбраковывали. Их отбраковывали, делая такие дырочки. То есть это какие-то гады вообще портили негативы. Жесть, ну что, нельзя было там где-нибудь с угла что-нибудь пометить или карандашиком аккуратно. Нет, они браковали вот прям так, и огромное количество этих негативов в библиотеке Конгресса сохранилось в каких-то коробках. И вот кто-то взялся и это все оцифровал. И оказалось просто офигенно. То есть недавно вот ABGP об этом писал, потому что были, в частности, вот такие варианты. Это выглядит как-то очень... Это крипово, но это здорово, да? То есть вот та эпоха, те люди... Вот здесь вот там, допустим, немножко нерезкая фотография. То есть не знаю, почему забраковали. Какие-то чиновники взяли и забраковали нахрен по каким-то своим соображениям вот эти вот документальные картинки. Хотя, по идее, документальные картинки не нужно... Вот это вот просто замечательно. Смотрите, черная луна, и парень такой заглядывает с мотыгой. А вот это вы посмотрите, какая прелесть. Очень, кстати, крутая была бы семейная фотка именно с такими точками. Это отбраковали 4 человека. Он просто злой, он такой... Блохой негатив! Джж-джж-джж-джж-джж... С теплером так бых-бых-бых, короче. Знаете, у меня часто ребята психуют под моими съемками в комментариях, и видео в Ютьюбе такое бывает. Ну вот, здесь мы видим некое выражение этого. Вот, мне очень нравится вот это, где на столе у него лежит черное солнце, такая черная дыра. Смотрите, как получилось забавно. Не знаю, чего в этом снимке бракованного. Это, кстати, очень интересный вопрос. Ну, это же документальные снимки. Надо было просто сложить в архив и оставить потомкам. Вот и все. Выбрать какие-то, да, остальные. Просто сделайте две коробки. Одна коробка хорошие снимки, другая коробка все остальные снимки. Зачем было делать в них дырки? Дивилизм. Это, кстати, сам фотограф снимал. Смотрите, какая у него леечка замечательная, старая. Так вот, интереснейший вопрос между нами встает. Что такое брак? Тогда, в 30-е годы, эти негативы какие-то люди, конкретные какие-то чиновники, которые платили за эту программу, они посчитали браком. Когда мы говорим о фотографии, нету стандарта ГОСТа на, например, ну, может, когда-то и были на фотографии, на паспорт или на что-то такое, да? Но в целом нет стандарта на хорошие фотки или стандарта на плохие, да? Очень субъективные. Поэтому фотографии, это понятие так не работает. Но оно все-таки существует. Это факт, да? В действительности все еще сложнее, потому что, например, есть такие вещи, как есть зрители, а есть заказчик, а есть модели. Вот, допустим, ты пофотографировал модель для заказчика. То есть заказчик там дизайнер украшений. Есть модель, есть заказчик, есть ты. Вы делаете какую-то съемку. И вот там тебе нравится, заказчику не нравится, модели нравятся или наоборот. Зрителям, зрители... А тут со зрителями вообще проблема, ведь зритель же не один, их же много, и они еще разных категорий. То есть реально вообще история с браком превращается вот в что-то такое. То есть существует какой-то набор категорий людей, и они дают свою экспертизу, да, брак или не брак. Я сделал такую съемку, и как бы у меня целое большое исследование в некотором роде на тему брака проводил. Бэкстейдж можно посмотреть на моем канале. Я сделал вот такую съемку, которой я использовал камеру заведомо проблемную. То есть там старые меха, и в них есть засветки. Но в чем здесь острота и пикантность ситуации? В том, что одно дело, когда засветка управляемая, то есть ты видишь эту засветку, и ты знаешь, как это ляжет на кадр. Например, снимая на цифровую камеру, ты можешь ловить засветки, блики, снимать через какие-то мутные стекла, и ты видишь, что получается сразу. Но здесь ситуация такая. Это пленочная камера, она дальномерная. То есть ты не видишь в видоискателе, как эти засветки испоганят кадры. Ты не знаешь это заранее, это зависит от многих причин. Это дырочки в мехах, то есть дольше ты ее крутил в руках, там будет одно, меньше ты ее крутил в руках, или ты стоял под другим углом к небу, там будет другое. Получилась вот такая серия с разной степенью засвеченности кадров. В зависимости от того, где я стоял, и как долго я этот кадр делал. Ну и это был некий риск. Мы знали, что это будет, но мы не знали вообще, как это будет выглядеть. Может быть, все убьется слишком. Может быть, где-то это будет прикольно. Мы выбрали, там сняли примерно 30 кадров, выбрали 12 из них, что немало. И их собрали такими парами. Некоторые очень сильно, видите, вот как слева здесь специально, что даже не видно модель. Некоторые, наоборот, модель вполне видно хорошо. Вот как тут левый кадр. Мы там еще грузовик, я вписал сзади. Провоцировал как мог. Специально давал повод. И, соответственно, конечно, на эту съемку была просто потрясающая реакция. Почему брак не любят? Короче, смотрите, давайте сейчас будем подходить уже к сути. Во-первых, проекция страхов. То есть проектируют свои страхи и нежелания. То есть боятся, что их фотоаппарат такой выдаст. Боятся опозориться. Дальше. Комплекс неполноценности и конкуренция. То есть, ну, если все вокруг начнут снимать, что они хотят, он вот может такое. Я не могу. Я вот не могу. Я снимаю всегда хорошо и четко. На меня очень много народу злится как раз за то, что я себе позволяю какие-то эксперименты или какие-то нарушения привычек типовых стандартов фотографов. А вот не обрабатываю. А вот это. А вот то. А вот здесь так снял. А вот тут так снял. И вот это нарушение ожидания этих товарищей, которые достаточно однообразные, скучные, понятные, лобовые, оно их бесит. Потому что у них, в принципе, они считают, но им это не нравится. Они это не понимают, то, что я делаю. Но их бесит то, что их не понимают. Потому что они не могут понять то, что я делаю. Не могут понять, не могут повторить, не могут решиться на такое же. И эта конкуренция вызывает у многих конкурентов комплекс неполноценности. Почему вот Медведеву можно? Что ты, Медведев, думаешь, тебе можно такое? Тебе тоже нельзя. И есть еще такая интересная, нетривиальная причина тоже, почему люди не любят брак. Это боязнь сложности и выхода из компетенции. То есть, когда мы ступаем на эту территорию, пока есть простые правила, все понятно. Резкая картинка, цветная, и модель улыбается. Все хорошо, все, нет проблем. Резко-резко, цветное-цветное. А тут какие-то странные, нерезкие фотки, мутные. Хорошо это или плохо. Придется разбираться. То есть, ну, человек начинает сознавать, что у него достаточно узкий опыт зрительский, что он не очень много знает, что он не может отличить классный брак от плохого брака. Я просто вот тоже, у меня был вот этот ролик, посмотрите, хороший фотограф, плохая камера, где мы снимали специально на очень дешевую камеру. Большинство кадров я сделал, наоборот, четкими, правильными, чтобы показать, что она очень дешевая. Но несколько кадров все он сделал в своем стиле, и там есть какой-то брак. Вот здесь вот размытие в движении, это специально, чтобы передать такое ощущение, что он идет на тебя. Вот здесь вот я сделал такую композицию, очень неправильную, она заваливается, модель в одну сторону, задник в другую. Это чтобы показать некое эмоциональное состояние. Здесь вот я снял через стекло грязное. Это большинству людей понравился этот кадр, но реально здесь фокус на стекле, если вдуматься, технически это брак. Или вот такие картинки. Очевидно, что могу я сделать правильную экспозицию. Блин, ну за 27 лет занять фотографии я научился попадать в экспозицию. На любых камерах. Я на глаз могу без экспонометра на пленку поставить плюс-минус нормальный параметр. Плюс-минус ступень я вижу на глаз практически. Но иногда хочется чего-то такое сделать, и это круто. Ты это делаешь, и тебе, о, ты бракодел. Это здорово, прикольно. Я к чему все это разговариваю? К тому, что не бойтесь. Да, придут придурки всякие, будут вам писать, что вы бракодел, и у вас руки с жопы. Ну и что? Пусть завидуют. А им вот никогда не решиться на такое. Вот эта фотография. То есть человек неправильно строил вспышку. Ну то есть он не планировал, что будет так. Но у него получилось вот так. Это классно. Это очень здорово. Ну то есть он такой, ну окей, классный кадр получился. Я сделал это ненарочно, хорошо, случайно. Всякая бы эта аппаратура подвела, сам ложанулся. Но эффект крутой-крутой. Может ли человек в следующий раз использовать такой эффект? Теперь может. Он знает. Вжарить на пять ступеней ярче вспышку, чем надо, и ба-бах. Вот эта картинка. Посмотрите, какой здесь Хэллоуин получился. Это просто какой-то любительский кадр, который из-за движения модели превратился, размазался на телефоне. Это стебно. У-у-у, у нас же сегодня Хэллоуин. Вот вам хэллоуинская фотка. Реально. Или вот кадр. Это уже не случайно. Вот здесь длинная выдержка, кадрирование неправильное. И кадр всем очень понравился, эмоция приятная. Здесь есть брак по композиции, брак по резкости, брак по всему тут брак. Но если эту картинку, она приятная, несет приятные эмоции, человек говорит, я ее распечатал 30 на 40, она висит и всем очень нравится, еще и отпечатанная. Или вот. Это такая хрень, это на пленке что-то прилипло. Это, наверное, какая-то липкая фигня, или при проявке, или каким-то роликом прошло. Короче, или камера там внутри, что-то было плохо, она процарапала пленку. Тут двойной брак, да? Есть брак от техники, и есть брак от съемки, да? То есть снято не резко, это поцелуй, но он снят снизу, с ракурса. То есть тут прямо брак на браке, браком погоняет. Но клево же получилось. Поэтому правильнее говорить, наверное, эффект. И да, эффект может получиться, а может не получиться. Какие способы делать вот такие эффекты? Давайте говорить слово эффект, которые прикольные. Старая техника и старые расходники. Старая техника, которая плохо работает, нестабильно работает, просто мутно работает, да? То есть работает как надо, но по нынешним меркам это брак. Расходники всякие просроченные, криво проявленные, кросс-процессы, пуш-пулы там, полароидные кассеты, которые уже 5 лет как должны быть выкинуты. Разные вмешательства. Всех видов. То есть тряска, съемка на длинный выдерж, через что-то, какие-то помехи, там попрыгать, побегать, фонаром посветить. Ну, короче, когда вы портите картинку, делать всякие вмешательства. Дальше неподходящие параметры, да? Очень длинная выдержка, очень яркая экспозиция, неправильный фокус и все такое. Неправильная настройка камеры, по сути. Специфическая композиция, которая считается неправильной. Ну, там вот отрезать один глаз от человека, пернуть его ногами, еще что-нибудь сделать. Специфическая экспозиция и цвет. Снять через красный фильтр, настроить цвета безумные. Экспозиция. Странности в действиях, позах, эмоциях, тоже клево. Странные локации, стиль, идеи и другие решения. То есть, в целом, странности и то, что многие считают браком, то, что как бы стереотипически считается неправильным, да? То есть, нельзя так, надо... Вот нарушение правил осознанное, это все тоже работает. Сейчас мы с вами будем смотреть много картинок, тоже пока не устанем. Первое, это случайный брак от обычных людей. Это очень интересный прикол. Значит, сделали такую книжку, и вот человек выложил к ней был диск. Короче, это от бракованной фотолабораториях. То есть, фотолаборатории отдавали картинки, помечали, что печатать все удачные. То есть, просто не печатайте брак на усмотрение фотолаборатории. И, соответственно, вот здесь вот подобрано огромное количество кадров, которые фотолаборатория сочла браком и не стала печатать. Но что интересно, что когда ты проматываешь, там есть очень интересные кадры, и ты начинаешь смотреть постепенно. Тут важно посмотреть именно все это в пачке, в это въехать, потому что что-то, ну, не очень крутое. Но в целом, как вот они лежат вместе. Причем интересно, что это их не специально раскладывали, это Яндекс.Диск их так разложил. Но когда начинаешь на все это смотреть, ты начинаешь понимать, что в этом есть определенная прелесть. Нельзя сказать, что прям так однозначно плохо. Да, что-то тут не очень, что-то клево, но в целом вот есть какая-то в этом визуальная поэзия, интересные ощущения есть. Можно отсюда выбирать много-много прикольных кадров, еще как-нибудь здорово разложить. Это поможет вам просто немножко перестать бояться и напрягаться на тему брака, потому что это вообще просто случайные кадры, это какой-то глюк людей, да, то есть просто у людей не получилось, у них фотик сглочен. Теперь мы немножко пробежимся по моему браку. Здесь это, ну, очевидно, блики, нерезкость через полиэтиленовую пленку. Съемка, видна моя тень на правом кадре, и вот это вот создает такую загадочность. Но, с другой стороны, почему? Не обязательно же всегда все в лоб и четко показывать. Иногда загадочность это лучше. Вот здесь засветка, и это не случайность. Я специально так, там очень яркий свет сзади, я закрыл этой штукой, специально так построил кадр, чтобы часть света пробивалась сбоку и как бы показывал, откуда идет свет на модели. Здесь, ну, экспозиция, да, с одной стороны силуэт, с другой стороны всякие неровные линии, пятна света на модели, использование каких-то вещей, чтобы закрыть, да, одно лицо не резкое, второе закрыто ветками, но резкое. Или еще вот, смотрите, это использование просроченных расходников, специального полароида, чтобы создать такое ощущение другого времени, как будто съемки в 70-е. Причем здесь еще и локация подобрана, тоже с точки зрения вот не нашего времени, такие 70-е, 80-е одежда. Если внимательно посмотрите локация, все это сделано в неком стиле, да. Или вот под Тарковского такие полароиды. Здесь вот немножко засветка, да, и резкость немножко не там, где надо резкость, на шкафоне на модели, она из-за этого такая светится. Тоже, смотрите, правый кадр, я часто такое делаю, то есть я делаю иногда выбитое небо, какие-то засветки, и как раз помню на какой-то очень это, вот технодрочер очень бесится. Да, это вот ты не мог экспозицию нормально поставить. Не, ну это же ощущение, ну неужели вы не понимаете, это ощущение, вот человек уходит в свет. Можно, конечно, поставить нормальную экспозицию. Более того, можно его развернуть, вот пример слева, да, поставить его, и как бы и будет видно. Вот тоже в серии панков, да, там такие засветки, съемка в контровике специально, чтобы это было. Тоже такие, динамика, драйв, засветки. Обрезанные конечности, и такое неудачное кадрирование, немножко спонтанное, чуть кривое косое. Слева конечности обрезаны, да, так же нельзя. По законам так нельзя, в тюрьму его, в тюрьму за такую фотку. А справа, это, видите, немножко наклоненный кадр, и такой, тут кусок стены, тут криво, косо так снято, но он как бы в противовес этому. То есть брак по кадрированию. Вот здесь вот у парня справа, у него провод из головы. Я говорю, слушай, это прикольно, это дает какой-то такой посыл странный, так же, как его, и выражение его лица тоже. Или темные кадры, да, иногда очень темная экспозиция создает ощущение настроения определенное, да, хотя это может говорить, что это брак по экспозиции. Знаешь, не брак, это так настроено. Вот, или вот размытие в движении, да, допустим. Какие-то эффекты, связанные с какими-то искажениями пространства. Здесь кривые стекла, кривые зеркала, еще красный свет, такой прям джих. Съемка через стекло. Съемка через зеркало, которое еще попорчено. Фокус на зеркале, не на модели. Кадрирование, да, рука обрезана краем кадра, и вообще сверху куча свободного места, снизу это. Съемка с земли и сзади. Вообще совершенно какое-то дебильное кадрирование, да, дебильный ракурс. Сверху куча свободного места. На ней прям какие-то грязь, не видно толком, все провалено, что-то мешает, да, грязь вот эти вот на стекле. Вот, смотрите, да, мягкие картинки, не резкие, резкость вообще где-то мимо, и пересвет еще здесь, тоже полароиды. Или вот так человек кадрирован, наслоение нескольких кадров друг на друга, можно очень круто. Здесь вообще вот класс, я делаю кадры, как раз, смотрите, у меня Пушкин, это такая шутка, Черная речка и Пушкин, и метро. Поезд метро не резкий, не резкий, Пушкин не резкий, не резкий, фокус только на надписи Черная речка. Тоже вот полароиды там, человек зачем-то, вот это что вообще такое, что тут вообще ничего не видно. Ну, это еще синий справа, у нее еще с цветами что-то странное. Размытом движение, пересвет, дикий пересвет. Это что такое за пятна? Тоже какой-то тут. Пересвет, это вообще, что это за месиво? Ну, подскажу, это проектор проектирует виды Нью-Йорка на модель, вот, на черную стенку, но выглядит, конечно, странно. Вот это тоже, что тут ничего не видно, непонятно и вообще. Слева пересвечено, справа провалено. Вот еще тоже. Слева, это, кстати, мультиэкспозиция на пленку, еще и напечатанная вручную, это я сам напечатал. То есть я напечатал, короче, кадры друг на друга, на слоев там специально. Наслойка, ну, это мультиэкспозиция. Слева, посмотрите, девушка размытая такая, в движении. Тут слева, с одной стороны, парень заслонился, с другой стороны, камни движения, фаза движения странная. Вот, свет, конечно, вот на это, на эти кадры там тоже все агрелись. Как так можно, так нельзя, вы что, это у вас солнце, нельзя снимать против солнца. Еще полароиды, еще не резко, вот тоже против света, еле-еле видно практически, да, то есть, такой брак по свету. Слева размытие в движении, прямо она налево-направо уже их размылась. Засветки, полароиды отфиганные, негативы, просто на негатив, все, на негатив, не будем его инвертировать. Отсканировал вместо позитива негатив. Прожженное солнцем, рука, это брак по, композиционный брак, как порезали человека вообще, вот, или вот тут, смотрите, вот тут он размытый, тут все это хорошо, тут понятно, Кристофер Ланг такой, вот здесь он уже начинает быть размытым, двигаться, да, а вот здесь вообще он зарисован какой-то цветной шнягой, зачем? Или вот свет тоже, контровой свет, есть модель из контровой свет. Брак, это брак, не умеешь снимать, они его закрыли, его не видно, что это такое? Так, можно снимать детей? Боже мой, ребенок с краю кадра, посмотрите на ребенка. Перевернули парню, он не с той стороны вообще получился почему-то. Вот так вот, вот так вот, смотрите, все тут, и композиция странная, и засветки, и вот тут сверху, зачем столько мило, вообще-то, чем такой ракурс на человек, у него лицо не видно, глаз, а вот это что такое, почему кто-то уходит, почему модель закрывает лицо, не видно почти ничего, и что за странный тоже, почему все падает, посмотрите за ощущениями, глядя на эти картинки, круто, а если бы все было светло, четко, ровно, это не было бы так круто, это именно вопрос эффекта, есть ли эффект, получается ли эффект от того, что вы делаете, фото папа с ребенком, это брак, он весь в пятнах, его не видно, а тут еще страшнее, смотрите какой, мне кажется, это самая крутая фотография вообще отца с ребенком, которую я снял за все свое, портрет за все свое время, мне кажется, у него тоже это, самые крутые портреты с ребенком, которые останутся, вот это вообще что, я про позу парня, поза бракованная, раз с ним случилось, зачем такое, я, вы знаете, не любитель обрабатывать, ничего не обрабатываю, вообще практически все из камеры файлы обычно, ну минимум там, но если обрабатывать, то так, если, уж если заходить в фотошоп, то делать что-нибудь такое, вот просто деконструировать мир нафиг, чтобы он разваливался вообще, у него вместо глаз звездочки, такие на глазах, или вот, вот на этот а, то там обсуждали товарищи, тоже технодрочеры, но это вот с рукой, это брак, это же эффект, когда ты смотришь на солнце, ты видишь, ну оно яркое такое, оно тебе мешает, как передать этот эффект, да, когда ты смотришь, рукой на солнце, а тут нерезко, а вот тут люди какие-то, а вот тут тоже, смотрите, все как-то нерезко, странно, его еще пополам разрезало, и что это за кадрирование, а тут тоже вот через полиэтилен не видно, тоже разные засветочки, всякие, бульыш, хроматические аберрации, у нее руки аж фиолетовые, вот это вот тоже, смотрите, как ее засветило, прям бликом огромным, вот полоски какие-то на модели, и вот так, и вот так, вот это вообще что, зачем так делать, ну как бы здесь вот, где-то удачно ложится, где-то неудачно, есть доля риска, есть какие-то движения, размыт, но почему нет, то есть почему не поснимать, в том числе и с размытостью небольшой, вот смотрите, такая история, или вот кадрирование, то есть голову срезал ребятам, чтобы было как в кино, киношность, а вот не срежешь головы, ощущения кино не будет, длинный объектив и срезанная мешка, вот, или вот там что-то в кустах происходит, интим, или вот так нерезко, или вот так вот пленка с какой-то грязью и полосками, плохо отсканированная, нерезкие ребята, зато 13 трамвай резкий, справа, да, зеркало грязное, ничего не видно толком, тут размазана собака и вообще какое-то движение непонятно, вот парню как голову снесло, смотри, классный кадр, офигенные эмоции, если бы у него не было отрезаны глаза, это было бы хуже, серьезно, если бутылка не была размыта и он весь в воде не был, это же круто, в этом фишка вот так вот размыта и не очень видно лицо, пересвечено, провалено, в темноте вообще лицо девушки, только у нее рот виден толком, блики какие-то и засветки, она права, она вообще какая-то кривая, что с ней произошло, вот так вот, слевый кадр, а как вам такое вообще, как тебе такое Илон Маск, потери контраста, Хьюстон, мы потеряли контраст, очень желтый свет вечером, вот такое вот кадрирование там, еще что, это приемы, которые создают настроение, ощущение, они воздействуют, надо их использовать, не надо их отрицать, не надо говорить, я не буду это делать, потому что это брак, потому что там меня поругают, надо начинать это использовать для себя, вот например под водой, да, смотрите какое кадрирование, то есть надо научиться использовать это классно, чтобы были классные ощущения, И чтобы это были прикольные кадры Основанные на неправильности каких-то И приемах Вообще все залито Очень неправильно Слева вообще кадр развернут Все ощущения именно на том, что провалено И вот такой один человек очень таким жестким светом Выбит Тут справа кадр вообще вырезан Маленький кусочек Жуткая пикселизация Это разогнан маленький кусок кадра Это реальная шуба от матрицы Здесь пересвечена рубашка выбита И это нарочно Поверьте, я мог бы ее спасти Но я хотел такое яркое-яркое лицо На фоне темных гор Очень яркое Или вот со спины человек Там написано King А вот это вообще что такое Вспышка в лоб Съемка сквозь что-то Сквозь стекла Движения Какие-то непонятные освещения Загадочные позы Неправильные ракурсы Все размывается Так или иначе идет в тартарары Выглядит как зазеркалье Какое-то там Еще что-то происходит Тут вот резкость Вообще непонятно где И не на попе И не на глазах Где тут резкость На ладони Великие и их брак Ну начнем с живописи В живописи существует Огромное количество художников И направлений Те же импрессионисты И так далее Которые Что как ни говори Они в свое время Считались браком И долго-долго Очень были споры И вот И бывают споры В обратную сторону Сейчас вот там Этого Ренуара Хотят отменить Потому что он Недостаточно импрессионист Недостаточно бракованный Мы его отменим Про образ всех этих Бракоделов Конца 19-го Начала 20-го века Взрыва Вот этого всего Модерна И авангарда Последующего Это конечно же Уильям Тернер Человек который Еще до импрессионистов Начал рисовать Вот так Представляете что это такое Это середина 19-го века В Англии Вот так вот рисовал Уильям Тернер Поезд Это какой-то поезд Несется по мостам Прилив какой-то Вода там видна Собаки гуляют У него нет резкости Попиксельные Цвета у него Странная И не все предметы У него видны Вот так он рисовал Ну Паула Раверси Товарищ Объектив Дагор Камера Гармошка Снимал на полароиды У него Ох у него Это вот огромные Разлепные полароиды Которые он помял Или они у него там Помялись невольно Или поцарапал У него Не резко У него длинная выдержка Все смазывается Вот световая кисть Пересвечивает куски Тоже на длинной выдержке Модель трясется У нее появляются Вот эти Двойные силуэты Пересвет Ну короче Паула Раверси Это сплошной Сплошной брак Если вдуматься Но как он хорош Как он хорош Всегда рекомендую посмотреть Да Очень эффектно Настоящий Высокий фэшн И резко Пересвечено Все что угодно Неровно Неровно Странно Кадри Модель спиной Затылком К нам вообще стоит Что ж это такое Как так можно Право Пересветил лицо Прям в ноль Выбил Или провалил Наоборот Юбку Тут Двоится модель Два раза Не знаю Фонарем или вспышкой Два раза бухнули Джек Дэвисон Смотрите Что он делал У него сплошное Королевство кривых зеркал Да еще и все поплыло Еще и нестабильные Во времени А это Тильда Свинтон Кстати Между прочим Вот так вот Он ее забраковал Справа от человека Остался только Треугольничек с глазом А вот эта собака Это просто Вау Такая поза И все вообще Тут в принципе Линзы стекла Переотражение Нерезкость Есть такой вот товарищ И это Брак в пейзажах Уж где-где Казалось бы Но в пейзажах Там же всегда Все надо четко Хорошо Ну смотрите здесь Значит На очень длинные выдержки Человек Не просто Он То есть Он двигается Бывает Или На длинные выдержки Деревья колышутся Или еще что-нибудь Происходит То есть И сам он двигается И природа двигается И осадки какие-то Происходят И вот это все Наслаивается Наслаивается На его картинке Вообще Классные эксперименты И конечно Он заранее не знает Когда получится Ну что-то он там Предполагает Еще у него Фокус только в одном месте В каком-нибудь там Косой Кривой Просто суперски Все Все что можно набраковать Набраковано На очень длинные выдержки Ты идешь Просто несешь фотик И идешься И движешься За людьми следом Получается как-то вот так У него прям шикарный Пекторализм То есть как картина Мне очень нравится Очень здорово Есть такой Билл Армстон Я его показывал В общем Вот то что вы видите Это не фотошоп И не что-то Да Это фотографии людей То есть Он снимает так людей И он использует Определенную технику Люди получаются Очень нерезкие Еще очень интересных цветов Вот он передает Свои ощущения Он говорит Что он снимает Людей Которые ему приснились Если ему кто-то приснился Ему нужно обязательно Снять человека И это получаются Такие огромные отпечатки То есть Это аналоговая история Чем-то это напоминает Радко Его творчество Но с силуэтами людей Да И с людьми Очень крутой фотограф Это прямо его стиль Он так работает Это очень декоративно И здорово И такой не грех Может быть купить И повесить Именно для интерьера Потому что здесь Нет конкретного образа Да Это так называемый Почти уже Почти не фигуративно Еще фигуративно Фигура угадывается Но уже не конкретно Это прикольно Очень грань такая Переход от фигуративности К абстракции Этот человек С помощью фотографических способов Оптических Он делает вот такие Классные вещи Которые Несомненно Очень Интересны Прямо достойны Хорошей живописи Все мы любим Фон Унверт В любом кадре Всегда что-нибудь Пересвечено Что-нибудь провалено Неправильно кадрировано И размазано Одновременно То есть Если бы она пошла Фотошколу То ее бы Ей бы отбраковывали Каждый кадр Все пересвечено Провалено Нерезко Она умеет Вот кадрирование На правом кадре Просто гениальное Так именно и кадрировано Вот Вот это разворот в журнале Вот такой правый кадр Там он и закончился бы Да Езда на велосипеде Тут Без рук Соу Лейтер Конечно же Снимал в Нью-Йорке Через мутные стекла Всякий снег Подрезал Смотрите Круто Лица не видно тоже Тренд парк О котором мы говорили Пересвеченные Силуэтные Выбитые Дым Пожалуйста Вот так Вот Где-то что-то Тут на улице Какие-то медузы Размазали Вот человек Очень круто Лицо И дальше на длинной выдержке Вжик-вжик-вжик Вид из-за плеча Компоновка Какая Лошади Со вспышкой Офигевшие Какие-то Ночью Полупрозрачные Вот так Человек смотрит На что-то На какую-то тусовку Тренд парке Под водой А вот это Знаете Как он делал Он снимал на улице Кучу людей И искал Среди этой толпы Отдельные лица Он их выделял И очень сильно увеличил Это к слову О разрешении Вот это просто Это буквально Из зерна Вытащенные люди В том числе Размазанные Да Прямо зерно Пленочное Там вообще ничего не видно По-моему прикольно Кстати он проект делал Вот я эту фотку Вам показывал Где я тоже вытащил Лицо из фотографий В диких шумах Цифровых Одно И увеличил Так вот Между прочим Я это сделал Еще до этого проекта Тренд парк Сарамун Ну очевидно Сарамун Тоже же бракодел Нерезко Зернисто Как-то кадрировано Половина лица Вообще Что с ней произошло Вот это тоже Негатив с полароидом Платье как она сняла Насыпано Пол лица Ну какое красивое лицо Вот здесь смотрите Это красивое лицо Оно похоже на луну И хотя свет и грязь здесь Да Но они красивы То есть они не портят Красоту этого лица И действительно мы видим Эту луну На пол лица Вот так вот Очень красиво Свет сделан Это здорово Если хотите Свои бракованные фотки Значит вот Телеграм канал Внизу есть ссылка Там уже Наприсылали Кучу-кучу еще кадров Смотрите Огромное количество Наприсылали Присылайте брак Посмотрим И подписывайтесь Вообще на этот канал Тут я и съемки Выкладываю Всякие рассуждения Интересные Можно почитать Как раз мои И подискутировать Подписывайтесь Будет еще много Интересного На этом канале Все Пока-пока Увидимся А полное видео Смотри по ссылке В описании И подпишись Чтобы ничего Не пропустить Смотри по ссылке Смотри по ссылке